Главное событие в системе образования – городской конкурс «Педагог года». На этот раз местом проведения церемонии стал лицей номер 21. Мэр Владимир Шарыпов, прежде чем поздравить участников и победителей конкурса профессионального мастерства, прошелся по школьным коридорам, заглянул в спортзал и электронную столовую. Действительно образцовое образовательное учреждение по всем параметрам. И, конечно, наверное, хорошо, что я начал знакомство с системой образования, со школ, которые находятся у нас на окраинах города, такие как 41-е, 65-е, потому что мне, наверное, будет сейчас достаточно так тяжело посещать те школы, которые у нас не дотягивают до уровня 21-го лицея. Однако это не значит, что у нас есть какие-то перекосы. Наоборот, 21-й лицея является тем учреждением, к которому будут стремиться все остальные образовательные учреждения. «Педагог года» – ожидаемое и очень волнительное для его участников событие. Подготовка к конкурсу отнимает не только силы, но и время. Весь процесс длится несколько месяцев. «Было много конкурсных испытаний. Это и мастер-класс, это и урок для детей. И заочный был этап, где нужно было представить эсэ с рассказом о себе, свое педагогическое кредо представить, и сайт личный показать, и конспект открытого занятия. То есть достаточно все было сложно». Самый ожидаемый момент церемонии – оглашение победителя. Имя всегда держится в тайне. И потому, когда конверс скрывают, эмоции действительно на пределе. Победительница в номинации «Педагог дошкольного образования» Алина Ануфриева призналась, что стала участницей конкурса совершенно случайно. «Пока я была в отпуске, участвовала моя коллега, но она не смогла участвовать. Я приехала, мне говорят, пойдешь?» Я говорю, да, конечно, пойду, с радостью. Такая возможность представляется, на самом деле, не часто предлагают, поучаствовать в такого уровня конкурсах. И для меня это большая честь – представлять свой детский сад на «Педагог года 2017». Номинация «Педагог дополнительного образования» оказалась немногочисленной, а потому жюри сделать свой выбор было непросто. «Итак, победителем конкурса в номинации «Педагог дополнительного образования» является Марина Сергеевна Королевна и Беликов Сергеевна Александрович. Жюри поступило очень быстро. Претенденты на победу в номинации «Педагог общего образования» со сцены поделились выдержками из эссе, обозначили свое понимание профессии и взгляд на подход к обучению детей. Каждый из учителей достоин звания лучшего, но конкурс есть конкурс, и в нем есть самые достойные. Победитель озвучил глава города Владимир Шарыпов. «По лучшим педагогом общего образования 2017 года – Попов Иван Павлович Альян». «Попов Иван Павлович – победитель конкурса в номинации «Педагог общего образования». Мне кажется, физику, как и любой другой предмет, нужно преподавать интересно. Нужно преподавать так, чтобы ребенок понимал, о чем ты говоришь. А привносить в предмет нужно прежде всего себя. Потому что обычно детям я говорю, что физика не поменялась со времен Эйнштейна и Ньютона, поэтому дольку себя нужно приносить всегда на урок. И тогда детям будет интересно». В этом году участниками городского этапа конкурса «Педагог года» стали 23 человека. Это люди, которые внедряют инновационные методы в сферу образования, живут своей работой. Лучшие из них теперь представят город на региональном уровне. Любовь Почарникова, Денис Денисов, РТВ Иванова.